В этом году свои спортивные достижения участники корпоративных турниров посвятили памяти замечательного человека, который внес значительный вклад в развитие культуры и спорта среди работников атомной отрасли Олега Желтова. Олег Николаевич был вдохновителем многих спортивных и культурных проектов Росэнергоатома, объединил тысячи спортивных и творческих людей концерна. Например, бадминтонисты развитием этого вида спорта в энергетическом дивизионе обязаны именно ему. Он первый, кто начал вообще, именно Желтов Олег Николаевич. Он впервые бадминтонистов всех собрал в Подмосковье. И вот тогда центральный аппарат первый турнир правил. А на сегодняшний день это четвертый по счету турнир, вот такой корпоративный среди атомных станций. Соревнования по бадминтону прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. Личное первенство среди женщин и мужчин в двух возрастных группах до 44 лет и 45 и старше и миксты – смешанные команды безвозрастных групп. Спортсмены боролись с азартом и профессиональным мастерством. Хотя ничего удивительного в этом нет. Многие уже перешли на всероссийский уровень соревнований. Я была на чемпионате России по бадминтону среди ветеранов второй раз. Нет, три раза я уже была. И даже мы два раза занимали бронзовые медали в паре. Женщины, которые с Челябинска играют. Во всем мире этим видом спорта занимаются с самого детства. С 1992 года он входит в программу Олимпийских игр. Его любят представители разных стран и поколений. Бадминтону нравится своей динамичностью, развивает ловкость, мышление. То есть, если подходить к нему серьезно, то это серьезные нагрузки. Наши бадминтонисты получили медали всех проб. В общекомандном зачете победу одержала ленинградская АЭС. Серебро досталось смолянам. Бронзо – балаковским спортсменам. Соревнования по питанку проходили на открытых площадках в санатории-профилактории Смоленской АЭС «Лесная поляна». В турнире принимали участие мужские, женские и смешанные пары. В упорной борьбе лучшие результаты показали хозяева. За исключением одного третьего места все места на пьедестале заняли смоленские спортсмены. В командном зачете заслуженно лидировала команда «Смоленская АЭС-1». На втором месте – наша ветеранская организация. На третьем – «Смоленская АЭС-2». Все победители и призеры турниров были награждены в реабилитационно-оздоровительном центре медалями, грамотами и кубками.